Папайрус, перестань ёрзать! Ты чуть не врезался в меня! Я... я извиняюсь, Андайрин. Кажется, я... я... пожалуй, боюсь высоты. Да? Ну смелись, приятель, потому что пути назад нет. Я это понимаю! Эй! Не повышай на меня голос, Папайрус! Ты что, неженка? Пф, я думаю, да. Нет, я... Пожалуйста, не ссорьтесь, Андайрин. Боязнь высоты не делает Папайруса менее храбрым, чем ты. Папайрус, я знаю, что ты боишься, но постарайся не трястись так сильно. Хотя моя вера в паучий шёлк сильна, я не могу поручиться за его прочность при таком напряжении, которое могут создать ваши движения. Мне очень жаль, Леди Ториэль. Просто я очень приземлённый скелет, и я... Вы это слышали? Что-то ломается! Папайрус, подожди, не... О, чё? Андайн! Папайрус! Вы оба в порядке? Просто... замечательно... Мы в порядке. Просто немного лёгких синяков. Ничего, что великий Папайрус не может... Папайрус, дай мне встать! О чём ты думал, когда так извивался? Ты мог пострадать? Сломать кость? Мне придётся отправить тебя на поверхность, и где ты тогда будешь? Ты бы... Ты... Прости, Папайрус, просто ты застал меня врасплох. Я не злюсь. Просто постарайся больше не попадать в неприятности, ладно? Отсутствие санкций и фриска заставило меня нервничать. У меня очень плохое предчувствие. Так что с тем, что происходит на поверхности, и с пропавшими людьми, мы не можем позволить себе никаких осложнений. Окей? Окей. Может кто-нибудь из вас помочь мне спуститься отсюда? Упс. Окей. Эээ... Держитесь за скалу, ваше высочество! Постарайтесь держать свой вес на плечах! Мы спустим вас через минуту! Без проблем! Это... Может стать проблемой. А-а-а... Возможно, я смогу использовать магию гравитации. Я знаю, что доктор Альфис против слишком частого использования нашей магии. Но... Это кажется совершенно логичным исключением. Я... Думаю, всё будет в порядке. Только не слишком напрягайся. Делай то, что должен, чтобы выполнить работу. Но это всё. У тебя довольно впечатляющий уровень HP, так что... Это не должно навредить. Делай, что должен, а потом остановись. Понял? Да. Хорошо. Ваше высочество! Я собираюсь захватить вашу душу! Вы почувствуете странность, но не волнуйтесь. Уверяю вас, это безобидно и нормально. Папирус, дорогой. Ты действительно думаешь, что это разумно? Я не хочу, чтобы ты... Папирус! Папирус! Чувствовала же, что должна была пойти я! Папирус, дорогой, ты в порядке? Нет. Нет. Я в порядке. Просто немного больно. Пожалуйста, не волнуйтесь. Мне просто нужно перевести дыхание. А ты на все сто процентов уверен, Папирус? Ты ужасно выглядишь. Абсолютно уверен. Боли уже проходят. Это просто... застало меня врасплох. Спасибо, что помог мне спуститься, Папирус. Но вы с Андайну пали, и с тобой все было в порядке. И... Мне не нравилась мысль о падении. Но я бы наверняка выжила. И тебе не нужно было бы утомлять себя так рано в нашем путешествии. Долг каждого королевского стража... защищать. Ты особенная душа, Папирус. Твой брат хорошо воспитал тебя. С большим состраданием, чем у большинства других. Пожалуйста, никогда не меняйся. Уверяю вас, я не собираюсь этого делать. Вот. Так должно быть намного лучше. Будучи босс-монстром, моя магия почти безгранична. Даже я должна признать, что чувствую себя опустошенной. Давайте придерживаться совета Альфис и воздержимся от излишнего использования магии. Спасибо, Ваше Высочество. Хотя, я чувствую, что должен объяснить немного лучше. Это падение причинило бы вам гораздо больше боли, чем Андаин или мне. Что ты имеешь в виду? Разве вы не чувствуете? Чувствуем что? Пузыри. Пап, может тебе лучше присесть или что-нибудь? Нет, нет, не смеши меня. Эта пещера заполнена маленькими пузырьками гравитации. Как маленькие кармашки, которые перемещаются и меняются. В одном месте она очень-очень тяжелая, в других очень-очень легкая. Затем они меняются. Что? В этом нет никакого смысла. Как ты можешь знать что-то подобное? Возможно, сама природа его магии позволяет ему ощущать изменения в гравитации, в то время как мы не можем, Андаин. Так же, как я могу чувствовать огонь и тепло, потому что моя магия основана на том же элементе. Это место всегда казалось мне странным. Возможно, у него всегда были смешивающиеся пузыри гравитации. Только в более умеренном масштабе. И это только сейчас стало более заметным из-за изменений, о которых доктор Альфис упомянула, что мы можем столкнуться. Это объясняет, почему так много людей выжило при падении с поверхности в подземелье. Эммм... Точно! Окей, так... Ты, Папайрус, можешь видеть эти пузыри? Они что, угроза? Что-то, от чего нам нужно защититься? Эмм... Нет. Я имею в виду, они не должны быть проблемой теперь, когда мы благополучно приземлились. Все же, мы могли бы попытаться избежать очень тяжелых мест. Я могу провести вас. Звучит разумно. Хорошо, Ваше Высочество, каков план? Уже поздно, и мы не добьемся большого прогресса, если заснем на ногах. Мы добрались сюда, и это уже кое-что. Если мы немного отдохнем, то будем действовать намного эффективнее. Есть ли поблизости безопасное место, которое могло бы служить убежищем? Думаю, моего старого дома в руинах будет достаточно, если за время моего отсутствия с ним не случилось ничего плохого. Это недалеко отсюда. Может быть, в трех минутах ходьбы на восток? Работка для меня. Ага. Эээ, Андайн, что ты делаешь? На что это похоже, дурачина? Я тебя подвезу. Ты просто потратил много энергии, и последнее, что нам нужно, это чтобы ты потерял сознание. Но твоя рука... Повязка слетела, когда мы упали. Не имеет значения. На самом деле, нафиг она была нужна. И перестань пытаться переключить внимание. Я не хочу рисковать. Санс никогда мне этого не простит. Но... Никаких но. Конец дискуссии. Я твой капитан, и знаю, что для тебя лучше. Ваше Величество, захватите припасы? Я думаю, Маффет сбросила их как раз перед тем, как мы были на полпути. Должны быть в десяти шагах слева. Очень хорошо, капитан. Но меня не нужно нести! Ох, Папирус дорогой. Я думаю, что Андайн права. Конечно, не помешало бы дать тебе немного времени на отдых. Мы понятия не имеем, с чем нам придется столкнуться в будущем. Так почему бы тебе не откинуться на назад на спину? И не позволить Андайн подставить тебе плечо? Ээээ... Почему? Почему мой брат заразил вас? Потому что твой брат закадыкчный друг. Ваше Высочество! Он помог мне, когда я была бедной, костлявой старухой. Пожалуйста, умоляю! Вы... Я всегда считала, что у него просто окостенительное чувство юмора! Неа-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Да ладно тебе, Папайрус! Не позволяй ситуации оттяготить тебя! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! А-а-а-а! И за что?! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Вот так. Это согреет здесь все немного. Не припоминаю время, чтобы в руинах было так холодно. А также я извиняюсь, что так темно. Вся энергия в подземелье была потеряна, когда доктор Альфис отключила ядро. Ах, не волнуйтесь об этом, Ваше Высочество. Небольшой мрак никогда никого не убивал. Субтитры подогнал «Симон»!